Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и сегодняшнее видео я хочу посвятить теме кофе. Вообще, можно ли пить кофе? Кому 100% кофе противопоказано? И главное, если же вы являетесь любителем кофейных напитков, какие из них можно всё-таки оставить в своём рационе, от чего же нужно отказаться раз и навсегда. Давайте сегодня разбираться. Друзья мои, в своём телеграм-канале, ссылочка первая, в описании под этим видео, я провожу опрос, поэтому обязательно переходите, подписывайтесь, и также в комментариях делитесь, дорогие мои, любите ли вы кофе, как часто вы его пьёте, один раз в день, семь раз в день, и главное, какой напиток с молоком, просто крепкий кофе, может быть растворимый. Обязательно мне пишите. Ну что, дорогие мои, давайте разбираться. Действительно, вот на мой взгляд, сейчас какой-то вот бум любителей кофе. Всё больше и больше, мне кажется, во всех городах России открываются кофеин. Я, когда, допустим, езжу по многочисленным городам нашей страны, вижу, что прямо на одной улице там несколько-несколько кофеин, где есть метро, очень много в метро кофеин, на остановках кофейни. То есть всё создано для того, чтобы вот этот запах, запах кофе, запах выпечки вас прямо вот манил, да, что вот, вот, вот оно, я хочу заходить пить это кофе, да, покупать. То есть это всё намеренно делается для того, чтобы прямо вы постоянно-постоянно-постоянно ходили и покупали кофе. Хорошо ли это или нет? Действительно, кофе пить можно, но обязательно досмотрите это видео, и я расскажу, кому же можно, кому же противопоказано. Всё-таки кофе – это жареные кофе-бобы, поэтому, если у вас есть какие-то хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные заболевания, да, проблемы с сердечно-сосудистой системой, не нужно пить кофе, да, особенно аутоиммунные заболевания, особенно проблемы желудочно-кишечного тракта, проблемы с желчным пузырём, проблемы с желудком, соответственно, не надо исключить кофе из вашего рациона. Это крайне важно, друзья мои, потому что в любом случае жареные кофе-бобы – это гликирование, это воспаление, это вот эти гнилостные процессы запускаются, поэтому всё-таки будьте аккуратнее. В принципе, для абсолютно здоровых людей, ну, сложно говорить абсолютно здоровых, да, у нас есть просто люди, которые меньше знают про свой организм, про своё здоровье, есть люди, кто более часто обследуется и больше всего знают про свой организм, тем не менее, всё-таки кофе пить можно, но здесь идёт речь, опять же, о том, сколько кофе вы пьёте. Это одна чашка или большое количество выпитого кофе. Сегодня разберёмся. Дальше. Кофе натощак. Знаю, что есть любители утро начинать с чашечки кофе. Это крайне не рекомендуется. Особенно, если вы это пьёте, кофе натощак постоянно, в течение длительного времени происходит сильнейшее раздражение желудка. Поэтому, в принципе, если кофе натощак вы не пьёте, то одна-две чашки в день свежесваренного кофе могут быть в вашем рационе. И у вас нет каких-либо серьёзных заболеваний, желудочно-кишечного тракта, аутоиммунных заболеваний и так далее. Соответственно, и действительно, потому что сейчас кофе продаётся везде, в торговом центре кофе, на остановке кофе, там ещё где-то кофе. То есть, мы постоянно, 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 куда бы мы ни идём. То есть, это уже определённая такая мода, определённый бренд. Купите вот этот стаканчик кофе, ходите его пить. То есть, всё-таки, слишком много в нашей жизни кофе есть. Кофе – это кофеин. В любом случае, это сильнейший стимулятор сердечно-сосудистой системы, провоцирует повышение артериального давления, повышение, соответственно, увеличение частоты сердечно-сосудистых сокращений, да, то есть пульса. И действительно, давление и пульс будет значительно подниматься. Это тоже проблема. Затем, содержат фитиловые кислоты, которые вымывают все полезные элементы, да, в том числе кальций, калий, цинк, витамины С. Всё то, что мы с вами принимаем, вот эта вот кислота, она вымывает из нашего организма. И поэтому образуются серьёзные дефициты. Опять же, волосы выпадают, ногти плохие, прыщи, угри и так далее. Поэтому, друзья мои, всё-таки, если вы любите кофе, одна-две чашки в день возможны свежесваренного кофе. Если вы чувствуете, что вы не можете без 7-8-9 чашек кофе в день, а такие ситуации бывают, особенно в крупных городах, особенно если вы работаете в офисе, обязательно есть кофейня в этом офисе, и вы постоянно-постоянно покупаете кофе. То старайтесь заменять кофе цикорием, зелёным чаем, в нём содержится также большое количество кофеина, больше, чем в кофе, и там другими напитками, но не кофейными. Следующий момент. Ещё какой кофе вы пьёте? Тоже очень важный момент, потому что если есть добавки, и мало кто пьёт действительно просто американо, пьют в основном капучино, латте, раф, мало того, что они содержат молоко, так ещё содержат разные сладкие сиропы. То есть солёная карамель, шоколад, халва или что-то вот такое. Сиропов огромное количество. И сейчас, как только какой-то новый сезон, обязательно кофейни выставляют, что у нас у неё вот такие вот сиропы, вот такие нововведения и так далее. Соответственно, кофе с молоком очень калорийно. Неважно, какое молоко. Обычное коровье или, допустим, растительное молоко или безлактозное. Всё равно огромный гликемический индекс, да. То есть инсулинорезистентность, сахарный диабет, если вы постоянно пьёте такое количество чашек в день, да, больше 1-2 и на протяжении многих лет. Это так, друзья мои, есть. То есть сиропы, молоко, особенно когда кофе мало, молока много, негативно влияют на наш желудочно-кишечный тракт, влияют в целом на наше состояние, на наше настроение. Поэтому я вам крайне рекомендую всё-таки пить просто обычный чёрный кофе, американо. Одну-две чашки в день, максимальное количество. Спросите ли вы, почему же всё-таки нельзя пить кофе с молоком, даже 1-2 чашки? Очень сильно стимулирует аппетит. Действительно, если вы заметили, что после кофе всё время хочется покушать. Плюс ко всему, кофе с молоком и ещё с добавлением разных сиропов очень-очень калорийное. Вы, может быть, думаете, что почему же я не худею? Я вроде бы ничего не ем, и когда вы говорите, что вы пьёте кофе, особенно такое количество, то понятно, что вот откуда у вас те самые калории, которые вроде бы вы их скидываете, да, там едите салатики, едите какое-то варёное мясо, яички. Но откуда же у вас такое количество калорий? И вот именно оттуда, потому что кофе очень калорийно, особенно с молоком, особенно с какими-то сиропами. Поэтому, друзья мои, будьте здоровы, обязательно подписывайтесь на мой канал. Также, друзья мои, кто хочет разобраться со своим здоровьем, кто хочет вернуть себе ту энергию, которая была раньше, прокачать себя, увеличить свой денежный ресурс, я вас жду у себя на консультации, ссылка в описании под этим видео. Пока-пока и до новых встреч!